Виталий, смотри, видишь, практически над нами сейчас пролетает самолет. Так, ага, он идет на снижение. Да это самолет из Дубая. Привет тебе! Привет! Как ты узнал, что он из Дубая? Интересно. Ой, подожди, а вот этот? Да, вот этот самолет вылетает из Санкт-Петербурга. Знаешь, вообще по такому сайту в интернете можно проследить за каждым рейсом, который курсирует над нашей землей. И здесь также можно найти всю информацию, если, конечно, на самолете есть специальный датчик. Можно узнать, откуда он вылетает, куда прилетает, также узнать, с какой скоростью летит этот самолет, сколько пассажиров на борту и так далее. Ну, интересная идея. Если за кого-то очень сильно волнуешься, можно совершить с этим человеком перелет вместе с этой программой. Здорово! Доброе утро, губерния! С вами в студии парящий в облаках сегодня Александр Кондратьев. И все такая воздушная Виталия Пушнякова. Когда-то мечтатели романтикой поверить не могли, что самолеты будут настолько популярными. Собрались они 29 января 1908 года в Санкт-Петербурге на свою первую встречу Всероссийского аэроклуба. С тех пор пошло-поехало. Даже полетело, я бы сказал. Да, поговорим сегодня обо всех любителях воздухоплавания, конечно же, расскажем интересные факты о самолетах. В общем, масса полезной воздушной информации нас сегодня ожидает. Ну, а начнем мы с новостей губернии, а именно как стать заметным с воздуха. Итак, скоро в Тольятти состоится интересный флешмоб «Ледяное сердце». Это возможность найти себе пару и начать праздновать День всех влюбленных на парочку дней раньше. Участники флешмоба получат номерки, по которым они найдут свою вторую половинку. Для тех, кто уже нашел свою вторую половинку, тоже масса развлечений, конкурсы, за которые можно будет получить различные такие весомые сладкие подарки. Также можно будет прямо на катке заключить брак, представляешь? В финале флешмоба, конечно же, гигантское сердце, частью которого можете стать и вы. Поэтому собираемся 12 февраля в 5 вечера на самом большом катке. Над Самарской областью совсем недавно взошли буквально-таки три солнца. Представьте себе вот такое природное явление. Называется гала, возникает оно при морозной погоде. Кажется, что у солнца появился еще и радужный нимб. Вот на экране как раз фото из Тольятти. Здорово! Да, какие еще природные явления ожидают нас сегодня, знают синоптики. Давайте спросим у них прогноз погоды. Субтитры предоставил DimaTorzok В этом месте переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха от 10 до 15 мороза местами до минус 18 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Обращать внимание на погоду перед вылетом не имеет никакого смысла, конечно, если вы не в центре торнадо. Ну вот, скажем, многие боятся грозы, но самолет на самом деле защищен от подобных природных явлений. Если молния ударяет в самолет, вы практически ничего не почувствуете, будучи внутри. В основном безопасность полета все-таки зависит от уровня подготовки экипажа. День или ночь тоже абсолютно не важно, хотя ночью лучше видны огни высокой интенсивности, по которым ориентируется пилот, когда заходит на посадку. Днем, особенно в туманную погоду, их труднее разглядеть. Нужно учитывать, что пилоты тоже живые люди, и им хочется спать. Прикорнуть на работе для них такая нормальная история, поскольку большую часть пути все-таки машина. Машина управляет автопилотом. Да, нам с тобой вот на работе не получится прикорнуть. Не получится. К сожалению, зритель явно не поймет. Поэтому давайте прогонять сон вместе с нами и простыми движениями. Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня с каналом Губерния мы проведем зарядку, в частности, тренировку ног. Первое упражнение нам понадобится бодибар. Упражнение называется фронтальное приседание. Бодибар кладем на мышцы плеч, после чего исходное положение. Ноги на ширине плеч, смотрим перед собой. Локти вниз не опускаем, держим чуть-чуть выше с параллельной пола. Далее первое движение начинаем с отвода таза назад. И начинаем приседание, смещая центр тяжести на пятки. Далее встаем. Таким образом 10 раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Закончили. Для второго упражнения нам тоже понадобится бодибар. Упражнение называется мертвая тяга, направленное на развитие мышц ягодиц и бицепса бедра. Исходное положение. Руки шире плеч, ноги на ширине плеч, лопатки сводим вместе. Ноги немножко согнутые. Первым движением отводим таз назад и делаем максимальный наклон с прямой спиной. Опустили чуть-чуть ниже колен. Поднимаемся, лопатки максимально сводим. Также 10 раз. Раз. Два. Три. Исключаем подсет во время опускания. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И последний. Закончили. Для следующего упражнения нам понадобится гантель. Упражнение называется выпады вперед. Также укрепляет мышцы передней поверхности бедра и мышцы ягодиц. Делаем глубокий шаг вперед, смещая центр тяжести на переднюю ногу. И за счет задней ноги опускаемся вниз, не касаясь коленом пола. Встаем в исходное положение. Также 10 раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И последний раз. Закончили. На этом наша зарядка закончена. Всем-всем желаю приятного дня. Петербургская газета 104 года назад вышла с сенсационным материалом о первой русской женщине-авиаторе. Домникия Иларионна Кузнецова-Новолейник, обладая лишь теоретическими знаниями об управлении самолетом и воздухоплавании, поднялась в воздух на самолете своего супруга, но, к сожалению, не удержалась она, не смогла удерживать его в воздухе и рухнула на землю. Больше этого, больше после этого она не летала, но, конечно, да, все равно молодец. Очень смелая женщина. Вот что творит страсть к полетам. Первая, все-таки, официально признанная женщина-авиатор на российской земле Лидия Виссарионовна Зверева. Она получила разрешение не только на испытания самолета, но и на их строительство. Даже Россия не раз была первой в мире в освоении неба и летной техники, чего стоит только один российский летчик Петр Нестеров с его мертвой петлей. Да, большие турниры по авиационному спорту в Самарской области возобновились совсем недавно. В день 50-летия полета, первого полета человека в космос и 160-летия губернии. Самое крупное авиашоу проходит у нас около села Бобровка. Летчики продолжают традиции, заложенные легендой губернской авиации, заслуженным мастером спорта СССР Игорем Егоровым. В 1970 году он стал первым советским чемпионом мира по высшему пилотажу в паре со Светланой Савицкой. Но в 1981 году во время испытательного полета на сконструированном самодельном самолете Егоров разбился. Сейчас в Самаре в честь его названа одна из улиц. У нашей области прекрасная история самолетного спорта, а также много мастеров по самолетному, вертолетному и парашютному спорту. Отмечу место проведения турниров – база ЦСКА ВВС. Такой базы в России нет ни у одного аэроклуба. Есть и полоса с твердым покрытием, и самолеты Як-54 в наличии. Не прозевайте, как минимум дважды в год можно посмотреть на мастерство летчиков, на день авиации и день космонавтики. Расскажет ли нам что-нибудь об авиации «Календарь губернии» сегодня? Узнаем прямо сейчас. Сегодня 29 января. Почти сразу же после образования Самарской губернии в ее главном городе стали открывать новые учебные заведения. Первый губернатор Степан Григорьевич Волховский прекрасно понимал, что от уровня образования в конечном итоге зависит не только культурное, но и экономическое развитие всей губернии. Для организации управления школами 29 января 1851 года по его распоряжению в Самаре была создана губернская дирекция народных училищ. А к 60-м годам 19 века в губернии было уже шесть уездных и 175 церковно-приходских школ. Обучением тогда было охвачено свыше 7 тысяч человек. 29 января 1817 года родился английский художник Джон Хорсли. Он был иллюстратором первой рождественской открытки. На ней была изображена отмечающая праздник семья. А внизу красовалась надпись «Веселого вам Рождества и счастья в новом году». Вроде пустячок, а приятно. А еще 29 января, но в разные годы, родились французский писатель, нобелевский лауреат Ромен Ролан, русский писатель и драматург Антон Чехов, военный летчик, герой Советского Союза Виктор Яшин, американский актер Джастин Хартли, американский певец и актер Адам Ламберт, российский киноактер Андрей Градов, популярная американская телеведущая Опра Уинфри, известный российский композитор, певец, продюсер Дмитрий Маликов и многие другие знаменитости. Именины сегодня отмечают Иваны, Максимы и Петры. 29 января в православных храмах и церквях заказывали молебны святому Петру, обращаясь к нему с просьбой послать богатый урожай. Считалось, что с этого времени домашний скот остается держать на зимнем корму еще половину зимы. «Петр полукорм пополам делит корм», — говорили на Руси. Благодаря вниманию, которое хозяева уделяли домашним животным, святой Петр начал считаться покровителем домашнего скота. Существовали на этот день и свои приметы на погоду. Считали, что если в день Петра полукорма ветер дует с северной стороны, быть морозу. В то же время мороз в Петров день считался предвестником будущей летней жары. С самыми теплыми душевными пожеланиями прощаюсь с вами до следующей программы. Уважаемые друзья, вступайте в нашу группу ВКонтакте «Утро. Губерния» и, конечно, оставляйте на ее стене ваши яркие фотографии, видео и много-многое другое. Да, ну а в рубрике «Яркие кадры» сегодня настоящий раритет снимки с Грушинского фестиваля 80-х годов. Хранились они у Владимира Каковкина. Да, ну, пожалуй, людей все столько же, мне кажется, а то и, может быть, больше собираются на Груши. Да, прекрасные фотки. Там вот даже моего родителя видел их в этой толпе. Ну что же, а мы возвращаемся в наше время. У нас тут тоже есть на кого посмотреть. Марина Баркова. Отличный у нее репортаж. Она познакомилась с сэнсеем по карате. Так что теперь с ней нужно быть поосторожней, поскольку изучила пару приемчиков. Карате – это такие люди в белых пижамах, которые ломают кирпичи и громко кричат. А, еще оно из Японии. На самом деле карате не из Японии, оно пришло из Китая на остров Окинава. Окинава в тот момент не был Японии, а был самостоятельным королевством Рюкю. Оказавшись в Самаре, ученик-патриарха школы Годзю карате грамотно нанес сокрушительный удар на языке каратистов Хисатсу обывательским представлением об этом стиле. Все, кто пришел к Богдану Курилко на трехдневный семинар, в деталях уяснили, откуда есть пошло Годзю Рю и что путь последователя карате бесконечен. Данный стиль для Самары – новинка, поэтому представители всех существующих ныне направлений минувшие выходные дружно провели на тренировке в спортзале с ГАУ. Это дисциплина, которая, в принципе, знаете, как я говорю, помогает навести порядок в своей жизни. Рядом с обладателем пятого дана лежит блокнот с планом урока. Передвижения, удары, блоки – все по порядку. Порядок в собственной жизни успешный столичный издатель Богдан Курилко навел совсем недавно, когда осознанно выбил у себя почву из-под ног, оставил высокие посты в издательском бизнесе и полностью посвятил себя боевому искусству. Страшно было, жалел – нет. На сегодняшний день, я не скажу, что прям легко, я не скажу, что прям мед, у нас как бы сейчас в стране вообще нелегко, но я очень доволен, и моя семья не голодает, скажем так. Конфуций, по-моему, сказал, если хочешь в жизни ни дня не работать, займись любимым делом. Сейчас Курилко-сан много ездит по стране с семинарами и довольно часто гостит в Японии у своего сэнсея. И на просторах России и в стране восходящего солнца Богдан Алексеевич чувствует себя одинаково комфортно и беспрекословно выполняет утренние правила сэнсея. Не лежать в постели, если проснулся, пить настоящий юнаньский чай пуэр, делать гимнастику на растяжку сё рюндо, а главное – выходить на татами с чистым сердцем. Здесь вы… А если вы делаете блок, вам надо сначала расслабиться, чтобы даковать, иначе ваш атак будет такой. Я очень славянин в плане характера, прямо иногда даже чересчур. Но я… у меня есть желание, которое, я не знаю, воплотится ли когда-нибудь. Я хочу, чтобы люди, которые живут в моей стране, стали чуть-чуть, вот прям, ну вот на столечко японцами, в одном аспекте. Чтобы они чуть чаще улыбались, чуть чаще были добрее друг к другу и чуть чаще думали о других. Марина Баркова, Олег Кайдаров, программа «Утрогубернии». Виталий, многие боятся турбулентности, хотя на самом деле это не такое страшное явление. Объяснить его можно просто. Самолет движется по воздуху, как по плотному, такому гладкому ковру. И при благоприятных условиях давление абсолютно равномерно дает на все пространство, поэтому он идет ровно. Соответственно, когда условия меняются, на этом ковре появляются такие складки и морщины. Поэтому создается впечатление, что самолет ныряет глубоко в ям. На самом деле это иллюзия, поэтому, уважаемые пассажиры, спокойствие, только спокойствие. Мастера скользить на другом средстве передвижения живут у нас в Тольятти. Как они справляются с ледяной поверхностью, узнавала Ирина Грумеза. В погоне за победой и адреналином. Участники 19-й гонки чемпионов – неоднократные призеры России и стран СНГ по различным видам автоспорта. Каждый лучший в своем направлении, но помериться силами друг с другом они могут только на подобных соревнованиях. Это подогревает азарт пилотов и интерес зрителей. На автомобилях «Лада Калина» НФР с форсированным двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 140 лошадиных сил, спортсмены синхронно движутся по ледяным дорожкам, разделенным снежными брустверами. Прямого контакта с соперником нет. И главное, что нужно победить – собственные нервы. В этом году соревнования проходят в новом формате. Зрители становятся пассажирами гоночных автомобилей прямо во время боевых заездов. Я решила не упустить уникальный шанс и готовлюсь к старту в качестве штурмана. За рулем автомобиля, на котором я мчусь по ледяной трассе, Дмитрий Брагин. Тольяттинец – победитель прошлогодней гонки чемпионов. Ему противостоит пилот из Москвы – Борис Шульмейстер. Периодически мы входим в управляемые заносы. И, честно говоря, от переизбытка эмоций очень хочется повизжать, но не хочется отвлекать пилота, поэтому я сдерживаюсь. Не могу утверждать с точностью, что мы вырвались вперед, потому что уже давно не видела соперника, но вот впереди финиш. И все-таки я уверена, что это победа. Дмитрий Брагин! Дмитрий Брагин! В первом этапе 16 спортсменов соревнуются по принципу «каждый с каждым». Затем по олимпийской системе. Поразительные результаты второй год подряд показывает самый юный участник гонок – 16-летний Егор Санин. Он уверенно обходит опытных соперников и обеспечивает себе путевку в полуфинал. Результат – третье место в 19-й гонке чемпионов. А в финальную борьбу вступают признанные мастера автоспорта – Дмитрий Брагин и Кирилл Ладыгин из Екатеринбурга. Он первым приходит к финишу под рёг моторов и трибун. Я очень рад, во-первых, что победил. Я хотел сказать благодарность организаторам. Они провели очень классную гонку. Никогда такого не было. Никогда не было, чтобы ездили с пассажирами. Я думаю, что это вдвойне интересней. Суперфинал – это элемент такой везения, удачи. Потому что мы кидали жребий. То есть на первый заезд какая дорожка будет. Это очень, скажем так, важно здесь, на этой трассе. И, ну, скажем так, наверное, удача была сегодня и на моей стороне. Третье место далось высочайшим трудом. Мне было очень тяжело, потому что первые тренировки, которые прошли два дня назад, шли не так успешно. И я с каждой тренировкой всё время наращивал свой темп. И в итоге получилось вот как-то так. Синхронная гонка чемпионов на испытательном полигоне в Сосновке проходит с 1996 года. В следующем, 2016-м, ожидаются юбилейные, 20-е соревнования. Я каждый год бываю на таких мероприятиях. Мне очень нравится. Я обожаю гонки. И, как говорится, довелось сегодня штурманом быть. Просто супер. Душа летела просто вперёд машины. Адреналин, хорошие впечатления. Просто хорошее настроение. Ирина Грумеза, Егор Майоров. Для Утрогубернии Ставропольского района. В гостях у нас активисты фонда содействия патриотическому воспитанию патриота по Волжье, Владимир Михайлович Пташинский, руководитель проекта по восстановлению ИЛ-2. И Евгений Викторович Смирнов, руководитель научно-технического совета этого проекта. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, на какой стадии происходит сейчас восстановление ИЛ-2? Как вообще впечатление ваше? Всё ли готово? Так, товарищ министр, начинайте вы. По технической стороне могу доложить, что сейчас идут работы с той техникой, которую мы с теми частями самолётов, которые мы смогли доставить к нам в город. Восстанавливается бронекорпус, бронекабина практически восстановлена. Уже собрана броня на боевую. Сейчас ведутся работы над моторным броневым отсеком двигателя. И ведутся работы над хвостовой частью самолёта. Хвостовая часть на ИЛ-2 была деревянная. Собран каркас. И ведутся работы по доводке, доработке хвостовой части самолёта. Также по силовой установке. Параллельно ведутся работы по шасси. Естественно, мы работаем в сотрудничестве с предприятиями Самарской области, которые участвовали в производстве этих самолётов во время Отечественной войны. Расскажите, для наших телезрителей, возможно, кто-то не знает, почему именно этот самолёт, чем он так легендарен, знаменит? Этот самолёт... Самый массовый боевой самолёт времён Великой Отечественной войны. Их было построено более 36 тысяч машин всего. Это была основная машина ВВС Красной Армии. И, как говорили немцы, 10 вылетов сделал, в 10 вылетах встретил Ил-2. Ил-2 это была вот та самая машина, про которую говорили. Этот горбатый на своём горбу всю войну и вывез. То есть это по праву машина Победы, такая же, как танк Т-34, автомат ППШ, трехлинейная винтовка. Это символ и действительно это та машина, которая, в общем-то, спасла нашу страну и наш народ. Ну, такой, да, знаковый самолёт. Где происходили экспедиции как раз по поиску деталей этого самолёта? На какой территории? Ну, 2013 год, несколько экспедиций было север Ленинградской области, Подпорожский район, Новгородскую область. Всего вот за год мы привезли, ну, если так можно сказать, 4,5 самолёта. Угу. Вот. Ну, такая большая цифра. Ну, много, да. Но это же ведь они не целиком, это разбитые самолёты, да. Вот. Вот. И вот из этого количества вот набираем, что-то восстанавливаем. По каким чертежам работаете? Два года назад вот мы с Евгением Викторовичем были в Москве, корпорации «Льюшин», и нам передали практически комплект с корпорацией «Льюшин» оригинальных чертежей самолёта Ил-2, которые в данный момент в Самаре, и с ними идёт интенсивная работа. Угу. Угу. Там есть подписи оригинальные генерального конструктора Ильюшина, легенды наши. Вот они хранятся, в общем-то, надёжно, и мы с ними работаем. Здорово. Дорогое ли это удовольствие восстанавливать такие машины? Дорогое удовольствие. Кто вам помогает? Ну, можно сказать, фамилии я не знаю, этичные, называть неэтичные, но нам помогали и депутаты областной думы, и председатель городской думы, много помог, много помог Константин Алексеевич Титов в своё время, вот, ряд других депутатов тоже, вот, ну, как-то так, кто своим влиянием, кто финансами небольшими. Ну, вот, дорогое это удовольствие. В прошлом году мы выиграли гранд президентский, вот. Ну, и вот это как раз дало толчок, вот, работа идёт достаточно интенсивно, но, дорогое удовольствие. Сколько ещё времени понадобится до завершения проекта? Всё зависит от того, какая поддержка у нас будет. Дело в том, что самолёт, скажем так, уровня не клубного, это самолёт даже по современным меркам требует серьёзных технологических процессов. В случае активной поддержки предприятиями, на которые мы рассчитываем, предприятиями, которые выпускали в своё время этот самолёт, ну, наверное, ещё несколько лет потребуется. Дело в том, что мы начали работать активно по самолёту меньше года назад, именно по самой машине, по сборке. Первые готовые детали, которые уже могут, которые можно использовать на лётном экземпляре, у нас были где-то в июне месяце прошлого года, и они уже пошли на сборку агрегатов самолёта. Ну, надо сказать, очень много в ЦИСКБ прогресс помог, просто много, очень помог. Ну, будем надеяться, что так же будут вам помогать. Спасибо большое, занимайтесь добрым делом, надеемся, скоро увидим. Надеемся, да, к годовщине Победы, или даже, ну, просто в этом году сможете закончить действительно такое большое дело. Итак, мы ещё поговорим сегодня о самолётах, об авиации, конечно же, но сразу после новостей губернии. В эфире новости губернии. Доброе утро. При правительстве Самарской области будет создана специальная антикризисная рабочая группа. В отличие от профильной комиссии, которая занимается мониторингом цен, она займётся анализом экономической ситуации в регионе. Об этом сообщил губернатор по итогам видеоконференции с премьер-министром. Совещание было посвящено плану устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. Напомню, он разработан правительством страны и содержит ряд рекомендаций для регионов. Главная задача – поддержать реальный сектор экономики. Для этого разрабатывается целый комплекс мер. На онлайн-связь субъекты будут выходить ежемесячно, не реже, чем раз в две недели. А ситуации в федеральный центр будут докладывать вице-губернаторы. Глава региона подчеркнул, что, несмотря на непростую финансовую ситуацию, все социальные статьи расходов будут сохранены. С февраля ожидается повышение пенсии на 11%. К тому же, по предварительным прогнозам, на увеличение зарплат в этом году снова смогут рассчитывать бюджетники. Напрямую по поручению президента их ежемесячный доход должен равняться среднему по экономике региона. В приоритете также и поддержка малого и среднего бизнеса, налоговые каникулы, развитие сельского хозяйства и вопрос импортозамещения. Для Самарской области эта тема особенно актуальна. В этом решался вот этот круговый пост. Он исключительно важный на этом отрезке времени. Это как бы вот тот стартовый план. Как страна будет в этой очень непростой обстановке. Какие будут шаги делать для того, чтобы все функционировало, не было там, условно, обвального падения. А там, где можно сегодня продвинуться вперед, в том числе с учетом курса рубля к доллару, к евро, что у нас собственный продукт становится более конкурентным за счет разницы курса, чтобы воспользоваться импортозамещением, в связи с тем, что там по отношению к нам санкций, и определиться, где мы можем быстро очень произвести свой продукт. Вот в этом смысле, там еще раз хочу сказать, совещание было очень важным, и оно будет проходить регулярно. Помнить вечно, самарские наркополицейские установили мемориальную доску на фасаде здания ведомства, посвященную Александру Синопальникову. Напомню, генерал-лейтенант, доктор юридических наук, участник контртеррористических операций на Северном Кавказе, он возглавлял управление ФСКН Псамарской области с июня 2010-го вплоть до самой своей смерти в мае 2013-го года. Открытие памятного барельефа приурочили ко дню его рождения. И еще одна награда в копилку достижений губернии областное управление госнаркоконтроля наградило сотрудников ведущих региональных СМИ за сотрудничество в борьбе с угрозой наркопреступности и серьезный вклад в профилактику наркомании. Благодарственным письмом отметили корреспондента нашего телеканала Василия Иванова. Отмечу, что всего за прошлый год о работе наркополицейских вышло более 13 тысяч упоминаний. Я могу сказать, что вот за последние несколько лет вы настолько подняли авторитет нашей службы. У нас на порядок увеличилось количество обращений граждан, в том числе и на телефон доверия. Но это безусловно очень положительно. В Самаре проведут этап Кубка мира по боксу. На ринге встретятся сборные России и Мексики. Такие мероприятия такого масштаба в этом виде спорта в регионе пройдет впервые. Лига WSB полупрофессиональная, но в отличие от традиционного любительского бокса все правила приближены к профессионалам. Все пройдет 6 февраля в 18.00 в спортивном комплексе «Грация». Однако организаторы уверены, что трибун, рассчитанных на тысячу человек, не хватит. Было решено провести онлайн-трансляцию боев и сейчас решается, на каком из интернет-порталов она будет доступна. В российской сборной примет участие самарский боксер Василий Веткин. Он будет представлять страну весовой категории до 52 килограммов. Я дебютирую на боях такого формата. У нас полным ходом идет подготовка. Я готовлюсь и настраиваюсь к серьезному и ответственному бою. На самом деле перед родной публикой сложнее выступать, потому что смотрят и переживают родные, близкие, друзья. Но есть и плюсы. Дома стены помогают. Я надеюсь, все будет хорошо. Будут захватывающие бои, будет всем интересно. И так как у нас сейчас очень сильно мы развиваем патриотизм у нас в России, и я думаю, что за Россию, а тем более за нашего боксера, будут болеть и самарцы. А у меня к этому часу все. Оставайтесь с нами. Доброе утро, губерния. В студии ведущие Виталия Пушнякова. И Александр Кондратьев. Мы сегодня говорим об авиации в честь открытого 107 лет назад первого российского аэроклуба. Да, много с тех пор воды утекло, облаков убежало. Мы уже даже успели в Антарктиду слетать. Вот как-то давно появилась история об обитателях Антарктиды и Фолкландских островов, которые падают на спину, задирая голову, высоко-высоко. Я, конечно, говорю о пингвинах. Падают они, потому что засматриваются на прилетающие мимо вертолеты и самолеты. Со временем этот слух даже взбудоражил общественность. И, конечно, прояснили ситуацию британские ученые, которые провели целый большой эксперимент. И выяснили, что нет никаких пингвинов, падающих в Антарктиде. Не зафиксировали ни одного случая падения этих бедняжек. Да, и так что профессии переворачиватель пингвинов тоже не существует, друзья. Это все выдумки. А вот о реально существующих фанатов самолетов и всего, что с ними связано, расскажем прямо сейчас. Сейчас, недалеко от входа в аэропорт Стокгольма, расположен хостел, который является ничем иным, как списанным лайнером Boeing 747. На борту оборудовано 27 комнат и по три кровати в каждой с удобствами на этаже, между прочим. А также более дорогой номер, как ты думаешь, где он находится? В бывшей кабине пилота. Конечно, конечно. Чтобы воплотить в жизнь идею, которую дедушка Кэмпбелл считал просто главной идеей своей жизни, понадобилось 10 лет и, конечно, кругленькая сумма. Теперь 6 месяцев в году он живет в своем доме, самолете Boeing 727, стоящем в лесу. Много лет он работал инженером и мечтал найти достойное применение тем самолетам, которые уже отслужили свое. Ну вот, даже создал сайт для тех, кто мечтает превратить самолет в собственное жилище. А вот дети, которые ходят в необычный детский садик в грузинском городе Руставе. Гарри Шапидзе оборудовал уникальный детский сад на борту списанного самолета Як-42. Детки все как один мечтают связать свою будущую жизнь с небом. Здесь сплошь подрастающие пилоты и стюардессы. Раз уж мы заговорили о детках, нужно вспомнить и наш легендарный самолет «Антошка», который располагался в парке Гагарина, и там можно было посмотреть кино. Сегодня обсуждается идея вернуть его в парк. В Тюрихе находится один из самых любопытных ресторанов Швейцарии. Изюминка интерьера ресторана авиационной тематики – советский самолет Ил-14Т. Авиационные энтузиасты перегнали его из Жуковского в Тюрих своим ходом с посадками в Бресте, Варшаве и Праге. Произошло это 10 лет назад. Когда туристы подлетают к нынешней столице Бразилии, стюардессы обязательно просят их посмотреть в иллюминатор, потому что зрелище действительно захватывающее. Город с воздуха выглядит как настоящий самолет. Вот над созданием плана города в свое время колдовали два знаменитых архитектора-модерниста и ландшафтный дизайнер. О еще одном экспериментаторе, правда в области живописи, узнаем прямо сейчас, не без помощи Татьяны Пециной. Вот она, Самара XIX века. Дамы и господа, одетые по моде позапрошлого столетия, неспешно прогуливаются по Саратовской, на современный манер улицы Фрунзе. Тогда губернию миновали не иначе, как русским Парижем. За узкие улочки, украшенные цветочными клумбами, и бесконечно голубое небо. Таким свой город и по сей день видит Александр Авдюшкин, художник, воспевающий красоту родного края. Одна из моих любимых тем – это город Самара. Я являюсь патриотом своего города, очень люблю его. Родился здесь, и все мои предки здесь жили, в Самаре. То есть я как бы с детства все это впитал. На протяжении нескольких лет всем своим выставкам художник дает одно и то же название. Необычное в обычном – это уже жизненный девиз. И действительно, чтобы разглядеть в пасмурном небе радугу, одним воображением не обойтись. Это как бы такое знаковое, ключевое понятие в моем творчестве. То есть находить в обычных предметах, в обычных вещах, видеть и показать необычное. Сам Авдюшкин к какому-то конкретному творческому стилю себя не причисляет. Любитель эклектики смело смешивает элементы реализма и импрессионизма. Такова работа «Тихая песня свечи» – философское размышление на тему одиночества. У каждого человека есть что-то такое теплое, родное. В основном не хотелось бы мне все это раскрывать, всю суть этой работы. Я думаю, что каждый зритель должен увидеть в ней свое что-то, понимаете. Некоторые работы художник намеренно оставляет, будто незавершенными. На самом деле фрагменты чистого холста и размытый передний план – не следствие небрежности, а художественный ход. Тем самым автор хочет вовлечь зрителя в творческий процесс. Чтобы зритель немножко как бы дальше пофантазировал и продолжил картину. Потому что, как правило, законченных работ не бывает. Бывает замученная работа. С кистью в руках Александр в прямом смысле слова проводит 24 часа в сутки. Работа и та связана с творчеством. Два года назад живописец устроился учителем рисования. О таком однообразии не жалеет. Любимое дело оскомину не набьет. Выставка «Необычное в обычном» открыта в Доме культуры «Чайка» до 17 февраля. Татьяна Петцина, Виктор Соколов. Программа «Утро. Губернии». Приветствуем в нашей студии спортсмена Самарского областного аэроклуба «Досаф.Россия» Александра Геннадьевича Гатчина. Доброе утро. Доброе утро. Александр, поздравляем вас с победой, с большой победой. В прошлом году вы стали чемпионом мира по парашютному спорту в Аргентине. Расскажите о своих впечатлениях, как проходил чемпионат. Чемпионат? Как чемпионат? Чемпионат мира среди... Уже привычный? Ну, не совсем привычный. Чемпионат мира среди ветеранов, парашютного спорта, ветеранов старше 40 лет, он вообще-то считается. Такой вот необычный. Свообразные люди, которые себя находят, действительно, которые уже ушли на заслуженный отдых. Парашютисты возрасте, скажем так. Почему он и называется «Парашютисты ветераны после 40 лет». Чем он примечательен? При нему, что самое характерное, люди приезжают в возрасте даже 80 лет, потому что он делится на три градации. Парашютисты от 40 до 60, и потом от 60, и все. И выше. Да, и выше. У нас в России есть очень заслуженный человек такой вот Киселев Сергей Александрович. В том году, вернее, ему исполнилось 81 год. Он принимал участие в этих соревнованиях. Ничего себе! Их немного таких, да. Был американец, один австралиист, который за 80. А так, соревнования как соревнования, обычный чемпионат мира. А как проходит судейство? Какие критерии? Критерии точно такие же, как на обычном чемпионате мира и на всех соревнованиях. То есть нужно максимально четко приземлиться, да? Ну да, показать наименьший результат отклонения от нулевой точки. Датчик электронный, все показывает табло. Приземлиться нужно в определенный квадрат? Нет, не квадрат. Ну, датчик ложится на мат, чтобы было мягкое приземление. Вот датчик 320 миллиметров в диаметре, а точка попадания это вот 2 сантиметра. Это вот как наш рубль диаметром. Ничего себе! Да, интересно. Конечно, все серьезно. Александр, считайте свои прыжки, сколько уже совершили их? Ну, считаю. Считаю. Сейчас у меня 8324, по-моему, пошли. 8324! Здорово! Скажите, а как допускают людей вот к этим соревнованиям? Проходит ли какой-то предварительный, не знаю, осмотр врачей? Ну, не всем же, но вы согласитесь, 81 год подниматься в небо, прыгать в парашют? Да, риск какой-то есть. Уже какой-то риск имеется все-таки. Состояние здоровья играет вообще роль? Ну, состояние здоровья. Играет, конечно, но в чем дело? Наверное, люди здоровые приезжают. Действительно, тот, кто увлекается этим видом спорта, наверное, здоров как бык. Наверное, как бык. Давайте прервемся буквально на минутку на наш традиционный опрос. Мы спросили жителей губернии, какими же качествами должен обладать летчик. Смелость. Все-таки смелость. Быстрое принятие решений. Конечно же, сарказм. Чувство сарказма. Стивулярный аппарат должен быть хорошим. Ну, знание местности. Он должен быть отважным. Чтобы он был уверенный, сильный, здоровый. Храбрость, наверное. Наверное, хорошая мозговая активность. Ну, самоотверженность, наверное. Выносливость, терпение и сильное увлечение к своему телу. Умение летать, наверное. Александр, естественно, не первый раз уже принимаете участие в подобных соревнованиях. Также участвовали в соревнованиях в Италии. Взяли там серебро. А вообще есть какое-то различие? Соревнования проводятся в Италии, в Аргентине, какие-то климатические составляющие. Наверное, да, разные составляющие. Ну, что характерно, именно вот эти двое соревнований, если взять, в Италии и в Аргентине, именно по погоде я различий не увидел. Значит, в Италии мы соревнования проводили с июня месяца, температура была до 40 доходила. Ого! А в Аргентине в ноябре месяце, но в Аргентине была весна, у них там весна. И температура тоже доходила до 40 градусов. И при этом еще был очень сильный ветер. Условия были очень сложные, очень тяжелые. Для настоящих профессионалов. Ну, все равно было сложновато, потому что, ну, жарко, это первое. Во-вторых, вот этот сильный ветер, и там предгорье, получается, это предгориант. И, ну, как бы вот вихревые потоки вот эти, они усложняли, очень сильно усложняли ситуацию. А вы помните свой самый первый прыжок? Расскажите впечатления. Впечатления? Значит, это 19 июня 1974 года. Ого! Да, призвали меня на... Польше, чем 40 лет. Да, я был призван на срочную службу в город... Ну, не город, это было под Читой, Бада, поселок Бада, школа младших авиационных специалистов. А потом мне просто повезло, так как я вообще-то мечтал служить в ВДВ, но был призван в авиацию. И тут, значит, попадаю на курсы укладчиков парашютов. И вот 19 июня 1974 года на аэродроме Кадала под Читой я выполнил свой первый прыжок с парашютом. Видимо, была красотища. Смотрели вниз, там Байкал было видно? Нет, до Байкала, Читой до Байкала, это далеко. Вот, это еще далековато. Но помню все, и второй, и третий. Вообще, я, наверное, прыжки все помню. Ага. Здорово. Получается удовольствие все-таки. Ну, смотря какие выполняешь прыжки, какие задачи ставишь. Если это тренировочные, соревновательные прыжки, там, это работа. Сам прыжок, он, ну, открылся парашют и все. А все остальное – это работа. Это заход на точность, попадание. Или когда человек выполняет, там, одиночную акробатику, это, ну, как бы, одиночная акробатика. Ну, как объяснить? Это комплекс фигур в свободном падении. Это тоже работа. Есть ли у вас ученики и последователи? Мой сын. Ага. Здорово. Пошел. На данный момент, да, мой сын. Он работает сейчас инструктором в Самарском аэроклубе. В каком возрасте вообще можно начинать заниматься этим спортом? Никогда не поздно. Понятно, но для детей, допустим… Да, минимальный порог. Для детей, ну, для детей, да, там критерий существует, по-моему, с 15 лет. С 15. Да, ну, уже нужно принимать ответственные решения, конечно, в воздухе-то уметь. Можете дать совет какому-то начинающему человеку, который вот вроде бы хочет, но чего-то не хватает ему для совершения первого прыжка? Надо приехать на аэродром и попробовать. Посмотреть. Ну, может быть, сначала посмотреть. Но надо, наверное, задаться целью. Угу. Вот. И если будет цель поставлена и будет огромное желание, думаю, человек всегда выполнит то, что он хочет. Здорово. Спасибо большое. Тут главное сделать первый шаг. Прямо с борта вертолетов. Да, да, да. Ну, и лететь далеко не надо. На самом деле, у нас в губернии масса интересных увлечений, и обо всех о них знают наши традиционные бездельники. Смотрим прямо сейчас. Привет, это обзор самых интересных событий недели по версии бездельников. Культурную программу начнем в четверг, 29 января. В галерее «Виктория» состоится открытие выставки Аркадия Шайхета. Там будут собраны фотографии знаменитого советского модерниста за период с 1932 по 1941 годы. Перешагиваем пятницу. В субботу нас ждет продолжение серии убойных вечеринок «Данцу сафари». Это будет уже третья часть. И на этот раз приедет гость из Тамбова. Называется он «Саммер оф Хейз», но вечеринка пройдет, конечно же, при поддержке наших местных гуру танцпола. А в воскресенье в КРЦ «Звезда» будет жарко, громко и драйвово. Дело в том, что приедут «Ванилла Скай». Название «Ванилла Скай», по словам самих участников группы, никакого отношения к голливудскому фильму с Томом Крузом не имеет. Там дело в другом. Это цвет неба прямо перед закатом. Вот после этого, пусть они только попробуют нас переубедить, потому что они не романтики. Все началось в 2002-м. В Риме, в самом центре Италии, ребята собрались, чтобы поиграть американский панк-рок. «Ванильное небо», панк-рок. Окей. И так у них это здорово получилось, что в последующие пару лет они уже гастролировали по всей Европе и собирали масштабные фестивальные площадки. Левый прямой, два боковых. В последующие 10 лет были суперуспешными. Были записаны 5 долгоиграющих пластинок и постепенно завоеваны. Сначала Европа, затем легко и непринужденно Япония, ну а потом уже пали США и наша родина Россия. Левый прямой, два боковых. Левый прямой, два левого боковых, правый боковой. Секрет успеха очень прост. Они действительно искренне играют музыку, которую любят. Кстати, песни у них не все свои. Есть и каверы, они не стесняются их делать. Пожалуй, самый крутой – это кавер на песню «Амбрелла» певицы Риан. Но все-таки русскому сердцу милее их перепевка песни «Звенит январская вьюга». Да, все правильно, это тот самый саундтрек. К фильму Иван Васильевич меняет профессию. Исполняет, кстати, на сносном русском языке и слушается довольно бодро. Очень приятный подарок поклонникам из России. Ну и мне кажется, хотя бы ради этого стоит пойти на концерт «Ванилла Скай», чтобы послушать советскую классику в исполнении итальянских панк-рокеров. А прямо по курсу у нас сейчас. Нет, запасные выходы в разных частях самолета, да, все нормально. Ближе к звездам, друзья, гороскоп прямо сейчас. Да, главное – пристегните ревни. Итак, овны, пора романтических свиданий на подходе. Вся эта мишура настолько поднимет вам настроение, что и сил прибавятся для других свершений. Устройте себе и своей второй половинке уютный вечер. Тельцы, ищите в своем или чужом окружении нового гуру. Этот человек даже на расстоянии сможет научить вас не только жизненной мудрости, но и практичным бытовым вещам. Учению свет. Близнецы, при общении с другими людьми улавливайте их настроение и, возможно, невысказанные мысли. Такого рода чуткость поможет обнаружить скрытые мотивы и быстрее разобраться, что к чему. Раки, вам стоит проявлять лояльность по отношению к близким людям. Откровенность в этот день может вам дорогого стоить. Постарайтесь сгладить углы своим молчанием. Львы, кое-кто из ваших врагов затеял недоброе. Если получили удар ниже пояса, держитесь достойно. Дайте волю эмоциям только наедине с самим собой или самым близким человеком. Дева, не стоит бросать камушки в чужой огород. Даже завуалированная критика дойдет до того, кому она предназначалась. Ищите положительные черты и вырабатывайте привычку сосредотачивать свое внимание именно на них. Весы, целый путь счастья свалился вам на голову, а подобной эйфории придется по душе не всем. Но вы не обращайте на них внимания. Улыбайтесь, ведь это всех раздражает. Скорпионы, где взять вдохновение? Как ни странно, сегодня вы найдете его в монотонных делах. Разложите мелочи по коробочкам. Стремление к идеализму поможет успокоиться и воспрять духом. Стрелец, учитывайте интересы других людей, тогда они учтут ваши. Не бойтесь заявлять об этом слух и совершать различного рода сделки. Сегодня все то, что озвучено, будет сбываться по вашему хотению. Козероги, ваш большой план по созданию бизнеса или коммерческого соглашения требуется отложить, причем на достаточно долгий срок. Сейчас точно не время начинать глобальные проекты. Водолей, карьерный рост идет в гору, а вот личная жизнь страдает. Поразмыслите над тем, как уделить сегодня побольше времени родным и близким, при этом еще успев отдохнуть от работы. Рыбы ностальгировать по минувшим дням точно не стоит. Что сделано, то сделано. Исправить ход событий уже не в ваших силах. Постарайтесь жить настоящим, не теряйте времени на свершение. Уважаемые друзья, прочно стойте на ногах, на земле. Ну, а мысли можно повитать в облаках. С вами сегодня были мечтатели Александр Кондратьев и Деталия Пушникова. Увидимся завтра. Всем пока. Благодарим фитнес-клуб Киноп-велнос за помощь в проведении съемок.